С 4 сентября банки обяжут оповещать клиентов о том, сколько средств осталось на их кредитной карте. Теперь, если гражданин совершил покупку, он будет знать, сколько денег осталось на счету. Согласно поправкам в закон, теперь сертификат на материнский капитал можно получить в форме электронного документа. С 1 сентября студенческие стипендии будут проиндексированы на 4%. На эти цели в федеральном бюджете заложено почти 4 миллиарда рублей. С 3 сентября сокращается срок проведения камеральной налоговой проверки. Теперь декларации по НДС будут проверять не 3, а 2 месяца. С 3 сентября повестки из госорганов, уполномоченных рассматривать административные дела, приравняют к судебным извещениям. Это должно увеличить скорость их доставки. С 1 сентября начнут действовать новые примерные программы повышения квалификации водителей транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи спецсигналов. Речь идет о транспортных средствах категории А, Б, Ц, Д и их подкатегории. Примерный учебный план включает теоретические и практические занятия, квалификационный экзамен. Грузовики с 1 сентября не выпустят в рейс без тахографов. Речь идет об обязательном наличии на автомобиле с массой более 12 тонн аппарата контроля за соблюдением режима труда и отдыха водителя. Требование касается транспорта, который выполняет заказы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Повысится безопасность лифтов. С 1 сентября организации, занимающиеся монтажом, демонтажем, обслуживанием и ремонтом лифтов, будут обязаны направлять уведомления о начале своей деятельности в Ростехнадзор. Аналогичные требования вводятся для компаний, работающих с подъемными платформами для инвалидов и эскалаторами. Редактор субтитров А.Семкин